всем привет у нас сегодня заказали небольшие композиции для фуршетного стола тоже с использованием лилии у нас одна веточка будет эти пять вот таких вот розочек она будет в бело-красной гамме бюджет у нее до полутора тысяч рублей и как я уже сказала размер будет небольшим потому что это будет украшение фуршетных столов мы взяли такую розу целенаправленно чтобы в маленькой композиции она не перебивала наши другие цветочки потому что если бы мы взяли розу red наоми с крупным бутоном если бы это был эквадор или голландия то она бы выглядела достаточно массивно в качестве зелени у нас будут листья дуба красненькие в калибку не и еще мы будем дополнительно использовать красный эликс да так как у нас композиция была заказана красным до предполагалось что она будет невысокой поэтому глядя вот на наш или что мы можем позволить себе его разрезать если вам позволяет бюджет или ваше растение или ваш цветок разрезать то старайтесь всегда воспользоваться этим тем самым увеличивая нет мы начинаем именно с эликса потому что посмотрите какой он рогатый у нас да и мы начинаем именно с эликса чтобы поставить вот я это даже отложу а теперь возьму нашу линию мы ее поставим на противовес эликс используем максимально бюджетные вот такие вот ложки до с уазисом но как вариант вы тоже самое можете делать небольших ведерков корзинка то есть это именно принцип постановки и из того что лилия ветвистая и бутонистый цветок мы как раз и делаем композицию с ней на высоту не совсем круглую более вытянутую по форме а теперь мы воспользуемся нашими листочками так как наши композиции не должны быть пустыми на просвет то мы с вами сейчас поставим их в центр сначала отдельно ну вот допустим ты вот этих листочка которые у нас находятся на одинаковом уровне да мы можем покушку мы можем оставить соответственно поставить да вы обратите внимание здесь плошка имеет уазис довольно таки высокий в то же время нам нужно создать композицию таким образом чтобы не было у нас либо манжетки только из листьев либо манжетки только из зелени поэтому очень часто вот в таком случае пользуются аспидистры и просто оборачивают уазис но мы сделаем немножечко по-другому мы берем вот этот листочек посмотреть здесь мы у него ободрали ободрали да и посмотрите мы его ведем практически до самого низа он у нас как бы даже попадает в плошку видите и вот тем самым мы сразу закрыли этот оазис и вот таким образом вы должны пройти сначала вдоль но не манжеткой потому что потом мы еще спустим сюда и нашу зелень и нашу матрикарию но в данной ситуации он будет основным материалом чтобы закрыть нашу оазис да если бы конечно композиция была более такая круглая объемная конечно у нас здесь стояли везде конечно у нас нет есть такой задачи и плюс мы должны использовать именно обычную ложку если бы опять же вот здесь была ведерко да или корзиночка или деревянный ящичек то у вас в это все спряталась внутри композиции не отвезти как вы ставите ваш листочек да здесь вся сложность заключается в том что у вас открыт очень сильно оазисе в то же время вам нужно его закрыть я говорю самый простой вариант это листа спидистре когда вы оборачиваете и тем самым сразу закрываете но мы здесь еще и красный цвет и осеннюю гамму композиции это должны были подчеркнуть ну вот мы поставили таким образом наши листья а теперь мы сначала воспользуемся нашей зеленью проведем зелень композиции не должна быть плотной лучше она в данной ситуации так как она бюджетная у вас считается пускай она будет лучше немножечко воздушный плюс еще завтра под распустится или и это эти композиции должны постоять два дня пускай нам будет более воздушный чем более плотный да потому что это тот самый вариант когда люди за небольшой бюджет все таки хотят получить объем объем и кстати у него он тоже да по форме повторяет вот это или вытянутой ну вот теперь посмотрите да вот тут у нас допустим листочки стоят и чтобы у нас не было манжетки да вы можете вот сюда поставить зелень то есть у вас уже не будет как бы манжетки только из одних листьев чередовать можно чередовать до соответственно чтобы это вы и обязательно как всегда то вы вращаете вращается чтобы вам сохранить вашу форму если у вас допустим даже вот так немножко отпадает листочек да вы можете поставить сюда совсем коротенький предположим точно так же поддержать этот листок заодно у вас будет тоже эффект что у вас нет этой манжетки из листочка потому что знаете это очень часто встречается к сожалению во многих магазинах когда выстраивают вот низ исключительно из либо из одного цветка и либо из манжетки и это очень сразу сильно бросается в глаза и ты понимаешь что человек чуть чуть не знаком вот с этой техникой постановки поэтому учитесь хотя конечно же нет никаких правил да но и в то же время вы должны визуально ведь вы очень часто обращаетесь к нами и говорить посмотрите пожалуйста что не так то есть внутренне значит очень многие понимают что что-то не так и в то же время им не хватает какого-то объема знаний для того чтобы это понять поэтому вы пробуйте смотрите люди визуалы да ну вот теперь мы по проставим сначала нашу розочку хотя у нас есть еще и много пустот но в то же время мы сначала расставим розу потом уже будем расставлять внутри карию и зелень розочку нас таких всего-то всего 5 естественно поставим одно в центр чтобы вот так вот я эту треуголочку так как это будет насколько мы понимаем стоит у стены до до у нас цветы будут видны со всех сторон но я просто к тому что так как мы любим всегда ставить розы по треуголке дата я вас призываю к тому чтобы вы поставили вот на первую линию вот такой треугольничек из ваших роз эти розы будут обращены зрители да она другую сторону поставили соответственно смотрим только в той же самой линии до чтобы они не отклонялись больше чем положено мы поставим 2 розочки даже можно их поставить и поближе друг другу сейчас я их поставлю и рассвернув вам сам у нас такой опять же в этой композиции базовый стандартный набор которые есть в самом магазине в любом магазине ничего мы здесь не берем сейчас экстремального цель на принципе простые цветы и для сохранения бюджета и для того чтобы каждый из вас мог пытаться сделать нечто подобное каждого многим из вас мы поняли сложно самим подбирать цветы подбирать цветовую гамму постарайтесь тогда вот копировать целиком и полностью прямо вот шаг за шагом нету в этом ничего страшного может только что менять именно цветовую главу на ваше усмотрение либо сходя из того что есть у вас в наличии эликс да можно заменить только теперь не так да но тем не менее можно три веточки поставить который тоже спрей просто вот возвращаясь к лилии мне хочется сказать что лилии все-таки для меня это больше интерьерный цветок а так как это больше интерьерный цветок то лилии очень красиво смотрится всегда с различными веточками прутиками ягодками с коробочками лотоса да то есть вот с каким-то наполнением что не является непосредственно цветком так ну вот теперь мы можем расставить нашу матрикарию смотрите я очень люблю эту матрикарию потому что посмотрите как она классно рвется то есть вы вы из одной веточки можно сделать сразу вот да вот это вы оставляете да и соответственно вы поставите уже центра крупную до ветку центра на противовес можно поставить наши лилии низко не загоняете да но пониже но чуть-чуть она получается пониже иликса но слишком низко ее не загоняйте то есть дайте ей тоже простор для того чтобы она могла не сжиматься и очень это матрикария она всегда такая вот воздушная матрикария камилла тоже очень хороша но это больше уже для каких-то летних букетов если у вас нет вот матрикарии такой да то пожалуйста да не берите вот эту лохматую крупную кустовую хризантему попросите если вы сами не подбираете цветы чтобы вам привезли сантини она бывает тоже разных цветов она прекрасно рвется и не страдает от этого и это будет мелкий такой мелкий воздушный цветочек мы сделали наши композиции и обратите внимание что все цветочки стоят на разном уровне за счет этого они выглядят более объемными и самое главное да посмотрите что все цветы прослеживаются по всему диаметру и стоят на разном уровне чтобы нигде не было эффекта манжетки исключительно из листьев и это вам позволит сделать матрикария который прекрасно рвется и который вы можете поставить на более низкий уровень потому что крупные цветы как мы с вами всегда говорим на край не желательно ставить потому что более тяжелым должен быть центр